Доброго здоровьица! В далёком уже 97-м году Джон Кармак, на тот момент ещё ведущий разработчик студии id Software, выложил исходники Doom в открытый доступ, после чего энтузиасты по всему миру начали портировать легендарный шутер на самые разные устройства, включая микроволновки, калькуляторы и даже осциллографы. Это стало возможным благодаря наличию двух факторов. Во-первых, Doom использует софтверный рендеринг, то есть вся отрисовка происходит исключительно за счёт средств центрального процессора. Видеокарта здесь не используется. Во-вторых, Doom написан на нативном языке программирования, а именно языке программирования C, который напрямую транслируется в Assembler или инструкции процессора. И теоретически, если у вас есть некий центральный процессор и компилятор языка C под архитектуру этого процессора, то вы можете запустить на нём Doom. Что ж, давайте попробуем. Репозитории с исходным кодом Doom можно найти на официальном аккаунте id Software в GitHub. И здесь есть два интересных и важных момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, данный код компилируется и запускается только под Linux. Версию для MS-DOS не смогли выложить из-за авторских прав на звуковую библиотеку. И, во-вторых, для запуска нам понадобится копия оригинальной игры, но об этом позже. Итак, я установил Ubuntu Server 24.04 на виртуальную машину и готов приступать. Первым делом нам, конечно же, нужно клонировать репозиторий с кодом. Гид предустановлен на Ubuntu, поэтому с этим нет никаких проблем. Теперь переходим в папку с игрой. На данном этапе у нас есть лишь кучка исходников. Нам же нужно получить исполняемый файл. И, как вы могли заметить, здесь также присутствует make-файл. То есть для сборки мы можем использовать утилиту make. Перед этим ее нужно установить. Sudo apt install make. Также нам понадобятся компиляторы ZKC. Устанавливаем и его. Sudo apt install gcc. Теперь мы получаем ошибку сборки, которая состоит в том, что сборщик пытается положить объектные файлы в папку под названием Linux, а ее не существует. Что ж, давайте создадим эту папку. Итак, мы получили первую ошибку компиляции. В данном случае не хватает библиотеки оконного менеджера X11, поэтому устанавливаем ее. Теперь получаем другую ошибку. На этот раз не хватает расширения для библиотеки X11. Доустанавливаем и его. Теперь получаем ошибку о том, что компилятор не может найти файл erno.s.h. Трудно сказать, где этот файл брал кармак в далеком 93-м году, но благодаря одному из пул-реквестов в официальном репозитории, становится ясно, что мы можем заменить его файлом erno из стандартной библиотеки языка C. Отлично, с этой ошибкой мы разобрались. Теперь мы получаем целую кучу ошибок, связанных с приведением типов. Проблема заключается в том, что мы компилируем игру на 64-разрядной машине, соответственно размер указателя или адреса в памяти равен 8 байтам, а размер int равен 4 байтам. Поэтому меняем int на longint, размер которого будет равен 8 байтам. И правим приведение типов во всех необходимых местах. Супер! Ошибок к обмиляции больше нет, но теперь мы получаем ошибку линковки. Покопавшись в документации линковщика, понимаем, что он не может найти статичную библиотеку NSL, поэтому мы устанавливаем ее. Теперь линковщик ругается на файл isound.c. Давайте посмотрим, что с ним не так. Мы видим, что здесь объявляется переменная erno, хотя она уже присутствует в стандартной библиотеке, поэтому попросту удаляем ее и добавляем файл заголовка. О-хо-хо, у нас есть исходник. Давайте попробуем его запустить. Запуск не произошел, но мы видим отладочные сообщения в консоль. Благодаря описанию из репозитория мы вспоминаем, что для запуска нам нужна оригинальная копия игры, или так называемый VAT-файл, который можно легко найти в интернете. Обратите внимание, что полное название файла, включая расширение, должно быть в нижнем рекестре. Пробуем запустить программу еще раз. Игра крэшится, и последний раз она рапортовала о заходе в функцию r-init. Давайте посмотрим, что там внутри. Прежде всего, наше внимание привлекает комментарий outdated к полю column directory. И из одного из пол-реквестов мы видим, что это поле можно заменить на int padding. В целом, интуиция подсказывает нам, что нужно искать все потенциальные баги, связанные с тем, что мы компилируем код, написанный для 32-разрядной машины, на 64-разрядной машине. Например, здесь размер структуры захардкожен и равняется 4 байтам, хотя правильно было бы вычислять размер динамически, используя функцию sizeoff. Также ранее мы уже сталкивались с проблемами при приведении указателей к инту. Давайте поищем все места, где такое приведение имеет место и исправим их, используя тип intptr и стандартной библиотеки stdint. Пересобираем и пробуем запустить программу снова. Фантастика! Теперь программа говорит, что готова к запуску, но поддерживает только дисплей с глубиной цвета 8 бит. К счастью, на Linux системах мы можем создать отдельное окно вывода с кастомными параметрами и перенаправить поток вывода Doom в это окно. Для этого мы используем дисплей-сервер Zephyr. И устанавливаем переменную окружения дисплей, чтобы перенаправить поток вывода Doom в наше только что созданное окно. Ура! Игра запускается, однако цвета поломаны. Здесь нам снова помогут пул-реквесты. Необходимо добавить вызов xinstallcolormap в функцию inninggraphics. Теперь игра запускается, но крашится при попытке начать игру. Судя по всему, снова из-за неверного расчета размера выделяемой памяти. А именно в этой строчке. После этой последней правки игра запускается и работает без проблем. И мы можем насладиться не только геймплеем, но и очаровательными комментариями разработчиков по этому поводу. Не знаю, как вы, а я доволен результатом. И хоть мы не сделали ничего невероятного, я нахожу тот факт, что можно взять код 30-летней давности и с минимальными усилиями запустить его на современной машине удивительным и достойным восхищением. Я буду рад услышать ваши мысли по этому поводу. Спасибо большое, что были с нами. Будем признательны за любой фидбэк. До новых встреч на канале Старые Недобры. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok